Но не выросла еще та ромашка, на которой я себе погадаю. Добрый день всем присутствующим! Добрый день! Стало доброй традицией в начале октября отмечать праздник, посвященный самым достойным, самым мудрым, самым уважаемым людям. Сегодня во всем мире отмечается День пожилого человека. Но посмотрите на всех собравшихся. Дамы и господа, леди-джентльмены, юноши и девушки, это я с вами не приветствую вас, а смотрю, кого же больше в нашем зале. И, несомненно, юношей и девушек. Хотя сегодня праздник, как я уже говорила, для пожилых. А кто такой пожилой человек? Пожилой человек – это кто-то, который уже немножко пожил. Ну, чем-то он отличается от обычных людей. Отличается. А я думаю, что он взрослый, видал он. Ну, чуть-чуть постарше, правильно? Да, да. Ну, чуть-чуть постарше. А все остальное точно так же. Да, уже все. Двигается, живет, радуется, любит, встречается, посещает различные мероприятия, как мы сегодня с вами. Мы ничем не отличаемся от молодых, от молодежи. И вы сегодня в этом убедитесь еще раз. Потому что к нам сегодня пришел необычный гость, долгожданный. Пришел к нам в библиотеку не впервые. Это Василий Александрович Скакун. Спортсмен, тренер, заслуженный мастер спорта СССР по спортивной акробатике. Первый чемпион мира по акробатическим прыжкам 1974 года. Заслуженный тренер СССР. Все правильно я говорю? Ну, да, пока, да. Он подготовил аж 19 абсолютных чемпионов мира. Или больше? Уже 20. Уже 20. Вот так. Кандидат педагогических наук, автор научных трудов, изобретатель в области гимнастики, ну и, конечно же, почетный гражданин городов Ставрополя и Светлограда. Он пришел к нам сегодня не один. Со своей коллегой, Королевой Татьяной Александровной. Прошу любить и жаловать. Это инструктор, инструктор-методист Академии Здоровья. Можно так представить нашу гостину? Ну и, конечно же, я с удовольствием предоставляю Вам слово. Мы хотим сегодня с Вами пообщаться, услышать о Вашей жизни, о Ваших достижениях спортивных и жизненных. Хотелось бы узнать, как Вы относитесь к возрасту, к жизни, к нашим мыслям, к нашим, так сказать, настроениям, от чего оно зависит. Мы с удовольствием Вас послушаем. Ну, да, спасибо большое. Ну, мы будем вместе с Танюшей, да, я буду немножко говорить. Она будет много петь, да. Она прекрасно поет, она сама и композитор, и она стихи сочиняет для такого доброго, нравственного содержания. Ну, о себе я не буду говорить. Вы все сказали, там, всякие мастера, так далее, так далее, так далее. Наверное, будет более правильно поговорить. Дело в том, что 20 октября мы будем у себя отмечать 20-летие организации Академии Здорового Образа Жизни. Мы 20 лет уже, да, как, не знаю, каким образом, вот примерно так, как мы с Вами здесь собрались, да, меня пригласили общество знания, в котором были пожилые люди, да, ну, как, вот, ну, то, наверное, что с Вами, может быть, вода. Да, кстати, мне 77, да, друзья. А нам, по-моему, 17. И сеняешься. Да, да, да. 1-0. Да. Хорошо, умница, да. Мы так всегда и говорим, у нас на занятиях, сколько вам, все говорят, 17, вот так. Если надо, значит, по подтверждению Высоцкого есть песня, да, да, 18 лет. Так вот, я предложил, я уже сам занимался там всякой, всякой вот такой, так называемой, йоговской направленностью, пронизмом. И предложил свою помощь для людей, вот, именно тех, которые уже вышли на пенсию и так далее. И вот мы потихонечку начали, вот, как бы, такие занятия. Вначале было там 10, 20, 30, там, ура, все время кричали каждому новому десятку. Потом 100, после 100 они стали считать. Ну, в общем, до пандемии, ну, собственно говоря, и сейчас все филиалы наши работают, но они, конечно, не в том объеме, который было раньше. Но у нас порядка 25 филиалов в городе и в крае, да. И мы оздоравливаем где-то около полутора тысяч человек. Причем самое важное, что мы сразу избрали такой принцип взаимоотношения со своими людьми, что мы все занятия проводим бесплатно. Я понимаю, что это нонсенс и абсолютная непонятность в нашей жизни, в сегодняшней, когда все, что не делается, все спрашивают вначале, сколько вы нам заплатите, да. Но дело в том, что когда ты хочешь донести до людей, и чтобы они тебе поверили, да, то если ты скажешь, что вы мне сначала заплатите, я говорю, потом буду вам рассказывать, как там это, да. А вот когда я делаю это от сердца, от души, да, от своего внутреннего убеждения и желания людям помочь, то вы понимаете, вот в чем смысл вообще-то наших занятий с пожилыми людьми. Все дело в том, что мы, которые пожили уже немножко, уже чуть больше, чем чуть-чуть, как говорится, да, мы все когда-то умрем, никого из нас на сверхсрочную службу не оставят. Но очень важно, чтобы вот последние годы, которые будут и у нас, и у меня, и у всех нас окружающих, чтобы они не были такими, когда мы будем безвылазно лежать в больнице или дома, и быть обузой для своих родных и близких, не найдя двери, которые ведет в туалет, потеряв, извините, рассудок и так далее, и так далее. И оказывается, что это реально. У нас были люди, которые буквально до последних дней они ходили к нам на занятия, и потом они умирали. Но они в здравом уме, они на своих ногах, они без памперсов и так далее, и так далее. Вот это очень важно, особенно когда люди видят и чувствуют, что они становятся обузой, то тогда это уже не жизнь, это уже, знаете, ну не мне вам говорить, многие, наверное, и видели, и чувствуют это. И вот мы как-то само собой сделалось вот такое сочетание, что упражнения, которыми мы занимаемся, я потом остановлюсь отдельно на них и даже, может быть, покажу вам кое-что, они сочетаются все время вот с какими-то нравственными штуками. Ведь мы, и наша медицина, к сожалению, да, она говорит о том, ведь у медицины нет четких пониманий, откуда берутся болезни, да. Вот она говорит о плохой экологии, она говорит о плохом питании, она говорит там о чем угодно, да, ну затрагивает стрессы. Но никогда не говорится о том, как говорят великие мудрецы, что мы, как мы думаем, так мы и живем. Понимаете? Все оказывается, все причины, как положительных эмоций, как положительной жизни, так и отрицательной, они в нашей голове. Но дело в том, что наша жизнь устроена таким образом, что нам обвинять других в том, что у нас не получается, нам проще, чем сказать, ты знаешь, это оказывается, я виноват. Вот начинается все с того, что мы все время ищем какие-то лазейки, какие-то хитрости, какие-то еще чего-то там и так далее, и так далее. А не смотрим на жизнь вот открытыми глазами, да, с открытым сердцем и так далее. И как великие философы говорили, как ты к жизни относишься, так и жизнь относится к тебе. И вот дело в том, что вот к нам, естественно, приходят люди и 60 лет, и 70, и занимаются. У нас есть одна женщина, Зоя Евдокимовна Маринич, которая 95 лет, да. И мы с ней, вот года, наверное, 4 или 5 назад, когда еще у Галкина была программа на телевидении, на первом канале «Старше всех», мы с ней ездили туда, были туда, там, на этом канале. Так вот, и она до сих пор занимается с нами, все, понимаете, она на наш, как бы, вперед смотрящий или там флагман. Так вот, оказывается, что люди, которые приходят к нам, и они, многие приходят с букетом всевозможных заболеваний. И здесь болит, и там болит, и в голове шумит, и там и плечо не работает, и так далее, и так далее. И оказывается, как только люди, а мы собираемся, ну, представьте, у нас вот бывает на занятиях по 300 человек, да, то есть, яблоку негде упасть. И когда эти все люди по-доброму смотрят друг на друга, и когда они улыбаются друг другу, и когда они знакомятся, тем более, что абсолютное большинство наших занимающихся – это женщины, потому что мужики, они слабые по природе. Ну, на самом деле это так, да, они мало двигаются, они мало, они по дому как бы ничего не делают, им лежать лучше, чем сидеть там, и так далее. И они все довольно рано уходят из жизни. И женщины, оставшиеся одни, и приходят здесь, и они тогда новые знакомства. И тогда они звонят друг другу по телефону. Мы 7 лет назад в Махаре, это в Карачаево-Черкесии, построили базу, лагерь спортивный, да, спортивно-оздоровительный, специально для наших людей. У нас есть несколько автобусов, которые курсируют. Таня в этом году была сколько раз? Ну, десяток как минимум, да? Больше? Да. То есть, вот, едет туда, везет 20 человек, оттуда забирает, и вот таким вот образом. Да, это не бесплатно, но за три дня побыть в горах, в предгоре, да, это стоит 2700, но это дорога, питание, размещение, и все, 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 чтобы это было. Если 4 дня, то 3000, но меньше нигде не найти, потому что надо заплатить за бензин, и водителю надо заплатить, и за то, что мы на этой территории построили, тоже мы немножко платим. Ну, дело не в этом, вот мы за сезон, у нас через наш лагерь проходит порядка 700 человек, вот таким вот, начиная с конца мая, и вот Таня никак не успокоится, и последнюю она везет. Я не знаю, а еще не последняя, да, 8 октября. 8 октября. А я с приятелями езжу, мы ездим и зимой, у нас там камины стоят, мы построили там у нас своя кухня, своя столовая, то есть, вот, как бы, все вот таким вот образом. Именно, именно, вот, для, для, для наших, для, для занимающихся нашей академии. Танюш, ну, бери гитару, а то я слишком долго разговариваю. Вот, может быть, вы мне подскажете, вылетела у меня автор, автор новеллы «Последний лист». Помните, когда девушка была очень больна, и она не вставала с постели, и в окно ей была видна ветка, с которой постепенно, а, у Генри, у Генри, да, с которой постепенно листья опадали. И она себе загадала, вот, как упадет последний листок, я умру. И, ну, ее близкий человек, когда почувствовал, что последний лист упадет, он вышел, рискуя своим здоровьем, и нарисовал на стене листок. И получилось, что эта девушка выжила. И вот, знаете, то, что этот день пожилого человека, именно осенью, наверное, это и осень жизни, но как мы относимся к своей жизни, настолько она становится наполненной и долгой, и радостной, и счастливой. Так, я хочу спеть песню Александра Городницкого «Паруса Крузенштерна», потому что вот этот последний лист, который нас держит на плаву, это наша мечта, это наше устремление. Я надеюсь, вы меня поддержите, там, если даже не знаете эту песню, то некоторые слова можно повторять. Это наши паруса, которые нас ведут по жизни. И если они не дырявые какие-нибудь, да, то мы устремляемся вперед, независимо от возраста, поэтому... А чем дольше мы поем, тем дольше мы живем, поэтому я надеюсь вас видеть активными, участвующими в песне. Расправлены выпилы борда, не жди меня скоро, жена, Опять закипает у борда крутого посула волна. Под северным солнцем неверным, под южных небес синевой, Опять паруса Крузенштерна шумят над моей головой. Всегда паруса Крузенштерна шумят над моей головой. И дома порою ночною лишь только раскрою окно, Опять на ветру надо мною тугое поет полотно. И тесны домашние стены, и душем домашний покой. Когда паруса Крузенштерна шумят над моей головой вместе, Когда паруса Крузенштерна шумят над моей головой. Пусть чаек слепящие вспышки горят надо мной в ишине. Мальчишки, 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 пусть вечно завидуют мне. И старость отступит, наверное, невластна она надо мной. Пока паруса Крузенштерна шумят над моей головой. Пока паруса Крузенштерна шумят над моей головой. Вот не все поют, а какие песни мы выбираем, то и происходят с нами в жизни. Поэтому я вас призываю выбирать такие песни, которые бы сотворили из нашей жизни настоящее чудо. Это все в наших силах, друзья. И вот люди, которые приходят к нам, они даже иногда приносят мне там рентгеновские снимки и так далее. Что у них, мол, болит. Я им говорю, друзья, я не доктор, я не врач, у меня другое образование, я педагогическое. Но тем не менее, как только они начинают в этом коллективе доброжелательности, милосердия, сострадания. Вот эти слова, которые, как бы мы так ими редко пользуемся, да, но они внесут в себе такой целительный смысл. И вдруг у них вот эти болезни, которые у них сидели там годами, десятилетиями, вдруг они исчезают. Понимаете? Оказывается, что все зависит от того, как ты воспринимаешь этот мир, как ты с ним общаешься, каким образом ты... Теперь они все друзья между собой, у них телефоны, они друг другу звонят, они ездят в горы. У нас есть еще база на море, но не наша личная, но куда мы тоже в это самое, в Крым возим наших людей. У нас каждую неделю ребята наши, ребята, я имею ввиду пожилые люди, ездят на источники вот горячие, которые там... Да, все это есть. Кстати, мы можем у вас тоже в это дело... Да, нет проблем. Все это наше общее дело. И мы не замыкаемся, что вот только наши там и так далее, и так далее. Ведите с собой родственника, там, кого угодно. Нет проблем. Вот эта открытость, понимаете, что вот здесь вот только так и так далее, она и располагает вот к тому, чтобы люди верили и люди чувствовали на себе. И они ведь это же, как только у кого-то такое исцеление происходит, они же рассказывают своим родным, близким и так далее. То есть, оказывается, что... Но если у нас есть одна женщина, да, Александра Новика, которая освободилась от онкологии, друзья, да. Вот я вам просто в двух словах расскажу этот случай, да. У нее анализ был положительный по онкологии, ее положили в больницу. В палате было 8 человек. У нее, у этой нашей Шуры Новика, у нее дочь инвалид, да. И еще была одна женщина, у которой двое маленьких детей. И они обе сказали, мы не имеем права умирать. Мы просто-напросто, на кого мы оставим своих детей и так далее. И вот они избрали совсем другой образ жизни. Все остальные сидели, наклонившись, там, переживали, там, плакали и так далее. Это была зима, они выходили на улицу, лепили снежных баб, бросались снежками. Им врачи говорят, вы что делаете? Здесь все обреченные люди, так, мол, себя нельзя вести. Они вели вот таким образом, смеялись и так далее и так далее. И когда сдавали уже окончательный анализ на гистологию, то у них пришли отрицательные, у всех остальных положительные. И они обе до сих пор живы. Понимаете? Хотя прошло уже там десяток лет. Вот в чем все дело. Оказывается, что вот это внутреннее, я не имею права, и я буду вести себя по-другому, я не сдаюсь, что это вот такая штука, которая способна творить, собственно говоря, чудеса. Это на самом деле, это не вымысел никакой. Если идет речь об онкологии, а не какой-то там, извините, грипп или еще что-нибудь. Ну вот как бы так, да. И хотелось еще сказать о том, какими мы пользуемся упражнениями. Мы взяли их для себя. Понимаете, в чем дело? Дело в том, что вся физкультура, которая мы как бы со школы и так далее, и так далее, это вот так, вот так, вот так, вот так и так далее. Оказывается, в йоге совсем другая направленность. Это мягкие какие-то движения на растяжении и так далее. И я недавно нашел такое великое изречение у Лао Цзи. Это китайский философ, который жил в 4 веке до нашей эры. Он говорил, гибкость – это спутник жизни, жесткость – это спутник смерти. Человек рождается гибким и слабым, умирает жестким и окоченевшим. И чем больше степени, вне зависимости от нашего возраста, вне зависимости от того, чем мы занимаемся, если мы не даем возможность своему позвоночнику, в первую очередь, закоченеть, то тогда мы двигательно активны и так далее, и так далее, на многие годы вперед. Вот это очень важные вещи. Причем, это не надо ходить ни в какие фитнес-клубы. Это не надо никуда ничего. Это есть несколько элементарных упражнений. Я могу даже вам показать здесь, да, о том, каким образом работать со спиной, понимаете. И тогда спинка, все дело в том, мы же с вами, наверное, кто знает, что у нас на всем позвоночнике, да, заходят нервные окончания, которые контролируют работу всех наших внутренних органов. У нас природа, когда создавала базовую модель человека, она сделала таким образом, что нижняя часть позвоночника вот такая прогнутая, выгнутая. А это для того, чтобы быть пружиной, когда мы ходим и так далее, вот эту динамическую нагрузку брать на себя. Мы все с вами ходим сгорбленные слегка и так далее. То есть мы выпрямили вот эту нижнюю часть позвоночника. И тогда начинается вся эта динамика давить на межпозвоночные диски. И им, бедолагам, вот эта особенно нижняя часть позвоночника, самоуязвимая, и все грыжевые осложнения только из-за того, что мы не знаем, как со спиной договориться. Просто-напросто. И вот, и тогда эти межпозвоночные диски либо вовнутрь, либо куда-то, либо сплющаются и так далее, и так далее. Мы их заставили это сделать. И если мы даем возможность вытянуть себя, растянуть, раскрыть там влево-вправо, то тогда все получается по-другому. И у нас есть люди, которые, ну вот мы постоянно на всех занятиях, у нас в Ставрополе, значит, пока три филиала. Это вот вокзальная восемь на улице центральной. Потом в юго-западном районе два, в спортивном зале Русь и в Манеже. А сейчас мы буквально через неделю, администрация города нам отдала в северо-западном районе бывшее кафе. Да, мы еще был Джадоев жив, Андрей Хасанович молодец, да. Он нам передал это помещение, потом дадали денег, мы отремонтировали. И буквально вот мы с недели на неделю сейчас будем открывать, у нас будет там еще один филиал. Ну вот как бы так. Потом вот наша академия, это из общественной организации, это теперь уже муниципальный орган, в котором есть своя небольшая, это самое, бюджетик там. У нас восемь, да, человек, инструкторов. Ну то есть вот, которые, так кроме этого, когда до пандемии, сейчас пока мы не ездим, но мы перекрывались Грачевка, Светлоград, Александровка, Новоалександровка, Донское, Изобильное, Труновское, вот эти. Нам никто не оплачивает ни бензин, там ничего и так далее, и так далее. Мы на своих машинах ездим. Ну вот, вот таким образом, да. Но, понимаете, когда жизнь устроена таким интересным образом, чем больше ты отдаешь, мы живем по нескольким законам вселенским. Первый закон, это причина следственных связей. То есть ничего с тобой не может случиться, если ты не создал причину для появления этого. либо болезнь, причем не обязательно, это везде, в чем угодно. Если ты хочешь, чтобы у тебя была жизнь нормальная, чтобы все, создай условия, помогай людям и так далее, и так далее. И тебе, и тебе тогда вот следствие будет обязательно положительным. И второй закон, это подобное притягивает подобное, торгает противоположное. И вот мы, Танюша, вы чувствуете ее уже душу, да. И вот весь коллектив, который у нас, вот эти единомышленники, такие люди, которые готовы служить и так далее, и так далее. И вот тогда подобное начинает приходить, и приходят в основном, и в зале тоже. Конечно, приходят те люди, которые как бы на эйфории, там неделю-две побыли и так далее, и потом они уходят. Но это их выбор. Никого мы не заставляем. И самое важное, да, еще надо добавить, что нас все критикуют, допустим, там, которые там... Почему мы принимаем всех без справок от врача? Да, во-первых, ни один врач, 70-летней женщине, не даст заключение, что ей надо идти тренироваться. Почему? Потому что тогда он берет на себя ответственность. А кто хочет взять ответственность? А мы говорим, да приходите все. Просто садитесь, делайте упражнения, только относитесь к себе на вы. Не тыкайте себе. Не получается ничего, придет время, да, мы так далее, и так далее. И вот на таком позитиве вот и строятся все занятия, и так далее. Танюша, давай. Танюша, давай. Танюша, давай. Танюша, давай. Приятного. Любое живое, оно скоротечно Не явится нам до поры Так будьте внимательны и человечны Пожалуйста, будьте добры Вам скажут слоны и коровы И суслики и бобры Пожалуйста, будьте здоровы Пожалуйста, будьте добры Киты всех морей и дельфины Гальстрима, живая вода Вам скажут любите и будьте любимы И будьте любимы всегда Любите и будьте любимы И в непредугаданный час Вы не прошагайте мимо И счастье догонит нас И счастье догонит нас А вот можно еще? Да, конечно Ну, это может быть песню не все слышали А ту, которую я хочу спеть, слышали все И я очень надеюсь, что мы будем петь вместе Ее написал Булата Куджава Знакомое имя? Да Давайте петь И вот песня, это не просто набор слов Это определенная энергетика Когда мы поем эту песню, мы подключаемся к ней И немножко меняем себя И вот мне очень хотелось бы, чтобы в процессе песни У вас, ну, обязательно есть в жизни человек Которому вы что-то недосказали, что-то доброе Ну, просто в силу сложившихся обстоятельств Это и наш урок А вот чтобы, ну, возникла мысль К этому человеку приблизиться Сказать ему слова, пока не поздно Пока мы рядом Пока мы можем пойти еще к этому человеку в гости Тем самым, сделав себя тоже богаче Давайте восклицать Друг другом восхищаться Высокопарных слов Не стоит опасаться Давайте говорить Друг другу комплименты Ведь это все любви Счастливые моменты Давайте горевать И плакать откровенно То вместе, то помрось А то попеременно Не нужно предавать Значение я злословью Поскольку грусть всегда Соседствует с любовью Давайте понимать Друг друга с полуслова Чтоб, ошибившись раз Не ошибиться снова Давайте жить во всем Друг другу потакая Тем более, что жизнь Короткая, такая Продолжение этой песни Да, вот И того, что Таня говорила Но мы просто не представляем о том Каким образом Вот наш настрой жизненный Он влияет вообще на состояние здоровья Ну, наверное, многие, может быть, слышали А может, нет Я скажу о том, что Причиной онкологии Да, правда Врачи это не признают Медицины Являются непрощенные обиды Оказывается Вот понимаете, в чем дело Да, дело в том, что Вот вообще Наша жизнь Нашего сознания Нашего моза Она задумана Как покой Как штиль Понимаете А мы Вот всевозможными переживаниями Всевозможными штуками Образно говоря Поднимаем там Булю Или поднимаем там Какой-то шторм И вот наши мысли Они начинают нас Все время терзать И вот Вот И они Самое главное Мы даже не знаем об этом Они забирают Огромное количество Нашей жизненной энергии И вот А что такое Непрощенные обиды Это Да, нас, наверное, кто-то обидел Наверное Наверное, очень обидел Наверное Страшным образом Но мы Эту обиду Способны носить В себе годами А может быть Еще больше Ну Всяко бывает в жизни Понимаете И тем самым Мы вот этот шторм Собственный Да И вот та энергия Которая Мы вообще-то Созданы Не для того Болезни Не есть Обязательная программа Жизни Вот Посмотрите Как живут Животные Да Они болеют Один раз Как правило Перед смертью И они Они не болеют Вот таким образом Должен жить и человек Но она У них У животных Нет Разума И у них Очень низкое сознание Ну сознание Какого плана Вот собачку Будешь подкармливать Она тебе будет хвостиком Да И она будет тебя встречать Кошечка Там и так далее И так далее А нам дали возможность Вот все это Через себя пропускать И дали эту возможность Специально Точно так же Как нам специально Дали лень Что это специально Энергия Которая Которая говорит Да брось ты это Заниматься Да брось ты это Ходить там Куда-то На какие-то занятия Да посидим И так далее Это специальная энергия Отрицательного свойства Как зависть Недоброжелательность И так далее Которые даны Для того Чтобы мы их преодолевали Зачем Не для того Чтобы мы жили лучше А для того Когда мы преодолеваем Вот эти все Отрицательные штуки Которые заложены Во мне В вас Во всех Да Мы поднимаем силу воли И силу духа Мы то Мы то ведь живем У нас ведь Две функции жизни Это тело и душа И вот это все ради души Бессмертной Вот этой сущности Которая в каждом из нас Мы должны ее поднимать Вот как говорил поэт Душа обязана трудиться И день и ночь И день и ночь И если мы Вот понимая это Что мы для нее Ведь Понимаете в чем дело А для чего вообще Дело в том Что Наше По крайней мере Вот христианство И так далее Признает Что мы живем Только один раз Но если мы живем Один раз То жизнь человеческая Лишена логики Ну я пришел Я наделал ошибок Я ничего не понял Я наделал Я столько мусора После себя оставил Всякого жизненного И так далее И все Ради этого Мне давали жизнь И все Я умру И все На этом закончено Не парень Ты придешь И будешь исправлять Свои ошибки Еще много-много раз Пока не научишься Быть в высшей степени Сострадательным Милосердным Когда ты научишься Управлять жизнью И когда жизнь Будет тебе Вот ради чего Все это делается Понимаете И если с этих Позиций мы смотрим То тогда То тогда Каждая наша жизнь Это урок Это уроки Вот как каждый из нас Находится в определенном Классе Вот этой жизненной школы Да Кто-то в нижних классах Кто-то в детском саду Еще Кто-то там Хулиганит Из-за того Что он еще Просто не знает Каким образом Эту жизнь строить И вот если мы С этих позиций Начинаем ощущать И себя И свое состояние И свое положение И самое главное Что вот этим Как качество Своей сегодняшней жизни Я лично И каждый из нас Готовит фундамент Следующий Как ты будешь жить Каким образом Что ты С собой несешь Потому что Потому что Тело Тело оно прекратит Существование Оно Создано На какой-то Определенный промежуток Но душа-то Она же Воспринимает все И мы уходим Со всеми этими Качествами Которые Мы с собой Наработали Вот если С этих позиций Смотри А на Других позиций Не имеет права быть Иначе Жизнь глупа Высший разум Или Бог Творец Он не мог Сделать Глупости На человеческие Жизни Вот чем все Дело С этих позиций Надо на все Это смотреть Вот таким Вот образом Друзья Ну и еще Хочу сказать Что Я 15 лет Назад Начал Меня потянуло Брать ручку Я в свое время Там защитил Диссертацию Кандидатскую По Педагогике По спорту И потом Мне Очень захотелось Писать Вот Об этой Философии Я Постоянно Перелопачиваю Множество Книг Таких Как Толстого И Лао Цзы И Конфуция И Сократа И так далее И так далее И оттуда Учусь Каким образом Как они Понимали Жизнь И так далее Вот я уже 15 лет В вечернем Саврополе Лиду свою рубрику Грани бытия Вот я вам Принес Несколько Газет Что Чтобы можно было Вот кстати Последняя газета Как раз Я и мое тело Как мы Все же дело в том Что Нет ни одного Человека на свете Которым бы нравилось Своё тело Мы все Недовольны своим телом Да Я был маленьким пацаном Да Еще в школе Брал зеркало И смотрел на свой нос И мне было так Ну что ж он такой Длинный Да е-мое Я его потом Трижды ломал еще На спорте Но Знаете Он мне не помешал И жизнь построить И все остальное Да Так что И мы И мы все время Ведь понимаете Как Дело в том Что мы все время Сравниваем Сравниваем себя С окружающим миром Кто-то Кто-то Получше Выглядит Нас И мы уже Как бы Да ну что ж такое Да У кого-то фигурка Получше А кто-то Выглядит Лицом Красивее И так далее И так далее И мы уже себя Как бы неловко Чувствуем И начинаем Либо завидовать Либо этому человеку Как-то Посылать Флюиды Не очень добрые И так далее И так далее Вы понимаете А вообще-то Нам надо просто Научиться Любить себя У нас Дело в том Что в этой жизни У нас другого тела Не будет Вот есть только Одно тело И мы можем Вне зависимости От возраста Пропрожитого Мы можем В какой-то степени С ним договориться Навести порядок Чтобы Чтобы я его любил Я его люблю Своё тело И чтобы оно Меня любило А его любовь Будет в здоровье А вот я Да И вот даже когда Там появляется Какая-то Шточка Где-то у нас Что-то заболело Первая Какая наша мысль А вдруг И мы А вот это Вдруг Это страх Что делает страх Он перекрывает По пути Подвода Артериальной крови Дело будем знать Что нас лечат Не лекарства Нас лечат Только Артериальная кровь Всё зависит От её качества Её качество Зависит от того От нашего сознания Её количество Зависит от того Каким образом Мы создадим Условия Мы сюда Вот в этот Орган И где Что у нас там Тревожит Мы должны посылать Любовь Любовь Это высшая энергия жизни Которая откроет Подходы Артериальной крови И артериальная кровь Лечит Только Больше ничего Вот если Если мы это понимаем Если мы создаём Предпосылки Для того Чтобы артериальная кровь Пришла А ещё можно помочь Тем Допустим Быстрой ходьбой Чтобы Чтобы артериальная кровь Работала Знаете Как после дождя Идёт По канаве Вода Которая всё вычищает Понимаете Вот примерно так Вот я каждое утро Допустим На велотренажёре Езжу 10 километров Да Каждое утро Сегодня тоже Да И каждый день Буду это делать С определённой скоростью Там и так далее И так далее Я контролирую Чтобы пульс Был порядка 95 То есть На одну треть Больше даже Да Чем обычный Для того Чтобы прокачать Всё это Для того Чтобы не было Нигде никаких Засоров Там и так далее Нигде Это грязь Отходов Нигде Не Это самое Ну вот Если К себе Относиться По-настоящему То Наша базовая Модель Скажем так Этого тела Она способна Честно С верой Правдой И со здоровьем Нам служить Ну вот так Спасибо Да Да, Танюш Ну если есть вопросы Давайте Я с удовольствием отвечу Уважаемые читатели А можно Относить Не читать Ну Спасибо Сомнитесь А то мне Нужно вставать Меня Обвязывая Спасибо за советы Помню ваш совет Несколько лет назад Была встреча 6 километров Ходить Вот Стараемся Придерживаться А вот сегодня Я хочу задать вопрос Да Какого режима питания Вы придерживаетесь Может быть Вы раскроете Какие-то секреты С чего начинается Ваше утро Ну да Хорошо Вы знаете Я Ну лет 7 Наверное Да Я отказался От мяса И Ну как бы Пытался быть Вегетариальцем А потом у меня Почему-то Это самое Гемоглобин упал И Причем сильно Ну были причины Они были До другого плана Причины И Меня жена Просто сказала Хочешь не хочешь Я тебя заставлю И Как бы Я ем Я ем мясо Но ем один раз В день Я Я утром Кашку ем У меня жена С тыквочкой Да Кашечку Да Днем Днем То только Первое Второе Второе Дня Нет И И вечером То тоже Очень что-то Легкое В общем-то Все Иногда Днем Перекусок Какой-то Чай Если попадется Ну вот Питьевой режим Питьевой режим Я вот сейчас Последнее время Стал пытаться Очень много Пить воды Да И Да Ну вот Ну Два литра У меня не получается Но полтора Получается Да Вот таким образом Еще Еще Вот У меня здесь Газеть Как раз Есть Один Один мудрец Он говорил о том Что Зачастую Мы думаем Что мы Голодны На самом деле Организм просит Он жажды просит Он просит воды Поэтому Вот как бы Как бы так Ну А так Никакой Попривередливости Нет И ничего Вот Как бы Таким вот образом Да Ну кроме этого Я Я каждое утро Еще делаю Сорок Сорок Пятиминутную Упражнение На растяжке Да Но если Было бы У вас Что-нибудь Ну так Садиться Мне вроде На пол Не совсем Удобно Вам коврик Нужен Да Если есть Коврик Маленький Принесите Я вам сейчас Покажу Один комплекс Очень интересный И ножницы Да И ножницы Ну а можно Я тогда еще Пока мы ждем Да Вот Условий Да Можно один такой вопрос Вот Василий Александрович Как должен пройти Ваш день Чтобы вы Смогли его Назвать Идеальным Ну Насчет Идеальным Ну Или удачным Нет Ну вы знаете Вот Только сегодня Пятница У меня Свободный день Да Это мы Потому что В пятницу Раньше ездили Не в Номерск Еще А так А так Каждый день У меня занятия То есть я веду Сам лично Я веду занятия Половину веду я Половину ведет инструктор И я И я каждый день У меня нет ни одного дня В котором бы я не писал Вот Со статьи Я раньше их писал Три Потом четыре Сейчас уже где-то шесть Получается В неделю Да И вот У меня день так расписан Чтобы я Я уже Я сегодня уже буду знать О чем я буду писать Да И вот Вчера я написал Позавчера И так далее Ну вот И Попровожу занятия Потом меня Я же еще и тренер Как бы Хотя сейчас В основном На наши дети У меня жена Тоже заслуживает Тренер Наши дети Ведут занятия У меня сын был Восемь лет Старшим тренером Сборной Англии Потом я Сказал Вадик Давай назад Да К нам Постоянно приезжали Иностранные спортсмены Мы одну спортсменку Из Англии подготовили Чемпионка мира Да Кэтрин Поберди Было дело Ну вот Как бы Потом Потом Я вот На первом чемпионате мира На котором я прыгал Я прыгал на На снаряде Который я изобрел И потом Вот это Изобретательство Оно постоянно Как бы Меня все время Это И сейчас У нас есть свой цех Который мы изготавливаем Спортивное оборудование Есть международный сертификат Качества И мы изготавливаем Одно из лучших Вот этих Акробатических дорожек В мире И они Использовались На семи чемпионатах мира Вот через месяц Будет чемпионат мира В Баку И это тоже будет На нашем оборудовании Вот таким образом И у нас Мы много знакомых Спортивной В нашей области О здорово да И в Америке И в Германии И везде А они Да сюда давайте Ну вот Как бы Вот так да У меня вопрос А вы по какому Точно виду спорта Это агробатические прыжки Называются Акробатика Да 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 Это через Всякие сальто И так далее И так далее Да Да А есть ли на ножницы Чтобы я Это самое Да Нет Как удобно Сейчас дадим вам Ножницы Да да Сейчас я вам как раз Покажу Покажу Это самое Упражнение Для спины Для спины Да Вот так вот Дорогу Ну вот смотрите Да Не надо не ходить Ни в какие фитнес-центры Ничего Да Зачем веревочка Дело в том Далеко Далеко Учимся Животом Все время Не находимся Четвертое упражнение Подтягиваем Разбиваем Шейный отдел Называется Королева йоги Это самое важное Упражнение Потому что В этом упражнении Мы Даже когда лежа Находимся У нас сердце Не может работать Само на себя Оно работает На внутренний орган Когда же мы Когда же мы Поднимаем Вот таким образом Да Себя ставим То вот Ежет То вот в этом положении Сердце работает Само на себе Да Но этого мало Потом еще опускается Потом еще разводится И так далее Вот так и вот Как не сделаем Не делаем Это упражнение не делаем Это надо Тренироваться Нет Ну вот Дело в том Что Нашим Дедушкам И бабушкам Которые ходят к нам Так я И наши инструктора Просто-напросто Становимся сзади И помогаем им Да Мы берем за ножки И помогаем им Идите сюда Идите сюда Да, да Спасибо Садитесь Ну что мы Что мы показываем Да Давайте ваши ножки Ничего Ножки Ничего Ничего И вот я беру И помогаю А вы ручки Под попу Ручки Под попу Под попу Да Держать Вот так И вот вы уже стоите Сама Вот и все Понимаете Как все Летит Молодец Спасибо Что такое Это специальная лента Ну это лента Которую мы используем У себя на производстве Мы вам оставим Спасибо Да Ну вот друзья Вот как бы так Да Я еще раз напомню Возьми Можно подписывать Василий Александрович Нам так важны Вот ваши подписи На ваши Ну пожалуйста Где вам удобно Ну тогда Таня будет петь А я буду подписывать А вассаныч будет писать Да А потому что я немножко За себя хочу Конечно скажите Хорошо Послушаем Татьяна Да Говорите 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 Я значит хочу Сидя Сидя Я значит хочу За себя немножко сказать Как вы сказали Ржим Питание И все Значит я У меня гастрит Я дитя войны Папа болит Мама одна осталась Родителей не было Умерли Мы одиноки Раз обворовали Жили бедно Пребедно Осталась пускай комната Вот это значит Мы жили Кушать нечего было Я голодала Все время Со зрением Беда случилась Как в школу пошла С детства я видела Со зрением Пошло падать И падать Керосилной лампы Даже не было Был каганец Такой пузыречек И фитилек был Заниматься Как заниматься Темно Лампадка была В углу светила Что она светила Она ничего не светила В комнате было темно Вот такая жизнь И мама значит Тяжело болела И провела Мужчину Что за мужчина Говорит Называйте отец Что за отец Я его знать не знала Мы никогда его Не называли отец Я в детстве знала Что мой отец Погиб И люди говорили Что некоторые К нам подходили И говорили Что значит Некоторые приходят И я всегда Диток Кокнул и слушал Не отойдет ли Мой отец Понимаете Я так привыкла К одиночеству Мне тяжело Жить с людьми Я тебе все научу Я все могу делать И мужское и женское Не разделяю И вот знаете Что хочу сказать За питание Питаюсь я очень плохо И мало Я значит Я у меня Врач сказала Уже вот Уже я взросленькая была Уже порядочная Врач сказала А у меня Гастрит хронический Значит Сказала Только 200 грамм Не переедать Вот так И я как-то Сначала Было трудно Как-то голодно Все А сейчас Я привыкла Нормально Все Я съела Что-то первое Был все Дочка Или тарелочку Все И я налилась Потом Через два часа Она у меня сказала Можно еще что-то Через два часа В журналу Нет Опять что-то И может Три-четыре Даже пять раз Можно кушать И вот я такая Видите какая Да молодец Умница Мне 8-5 лет Да умница А я вот такая Какая я здесь Я 42-го года Какая я была 41-го 41-го Молодец Я 44-го Вот такая вот Тернирушка Я никого не хочу Мужчин Ну и не надо Я живу одна Я живу одна Никого я не хочу Ну правильно Вот и решила жить До конца И решила жить До нулей Вот такой у меня план До нулей Мы вообще в старину Так и ели Вот то что помещается В ладоши Да Вот это прием пищи Да А это я недавно узнала А две ладошки Это врачи так говорят Это если человек Занимается Тяжелым физическим трудом И вот это называлось Лохань Вот это когда Две ладошки Ага Не они сидят И кусок мяса И борщ И все И второе И третье И вон Давайте послушаем Здесь библиотека На небе У нас сел фонарик И я сыну говорю Давай мы переночуем Прямо здесь На траве Тепло Потому что Очень опасно Передвигаться Когда Вообще Вообще День И вдруг Видим Где-то Вдалеке Огонек Фонарик И я кричу Люди Помогите Они нам отвечают Да Сейчас Ну приходят Оказалось Это слабовидящие люди Ну практически Там внутри Процента Зрения И они приехали На дальмены Восстанавливать Зрение Они Фонариком Пользовались Крайне редко А вот Перемещались Без него И они Нас Привели В лагерь И я думаю Боже Насколько Символично Да Вот Люди Почти Невидящие Нас Зрячих Привели Я хочу Сказать Что Это Никакая Болезнь Не приговор Вот Васаныч Рассказывал Про онкологию Ну У каждого Из нас Есть какие-то Свои Свои Уроки Которые Нам нужно Пройти А песню Я хочу Спеть А потом Я хочу Сказать За онкологией Я работаю Сама За что Немножко Сверху А До свидания Мой конь Притомился Стоптались Мои башмаки Куда же Мне ехать Скажите Мне Будьте Добры Вдоль Красной Реки Моя радость Вдоль Красной Реки До Синей Горы Моя Радость До Синей Горы А где Ж Та гора Та река Притомился Мой конь Скажите Пожалуйста Как мне Добраться Туда На ясный Огонь Моя радость На ясный Огонь Езжай На огонь Моя радость Найдешь Без труда Но где Же Тот ясный Огонь Почему Не горит Сколь Лет Подпираю Я небо Ночное Плечо Фонарщик Был Должен Зажечь Да Фонарщик Тот Спит Фонарщик Тот Спит Моя радость А я Ни Причем И Снова Он Едет Один Без дороги Во тьму Куда Же Он Едет Ведь Ночь Подступила Глаза Ты Что Потерял Моя радость Кричу Я Ему А он Отвечает Ах Если Б Я Знал Это Сам Моя радость Моя радость Так А что же Это За Я Смел И Кто Такой Фонарщик Друзья Да Танюш Нет Вы Знаете Каждый Из Нас Более Стать Маленьким Фонарщиком Каждый Из Нас Более Стать Маленьким Фонарщиком Вначале Своей Семьи Когда Он Берет Ответственность За Всех На Себя Да И Когда Как Только Человек Научится Чтобы Он Берет Вот Это На Себя И Когда Он Своим Примером Показывает Как Надо Жить И Тогда Вокруг Него Начинается Маленький Мирок Создаваться Знакомых Друзей И так Далее И так Далее А весь Мир Это Пазлы Из Вот Этих Семей И Чем Больше Степени Мы Каждый Из Нас Возьмет На Себя И Сделает Что То Для Не Только Самой Главной Отдачей Нашей Жизни Вот Это Надо Нам Очень Здорово Понимать Знать И Воплощать Жизнь Я Наверное Хочу Вам Сказать Всем Спасибо Мы Всех Любим И Песня Давайте Которую Все Вы Знаете На 100% Потому Что Она Попала В Фильм А Песни Бардовские Песни Которые Попадают Фильм Они Становятся Любимцами И Люди Их Поют И Песня Про Того Же Фонарщика Который В Каждом Из Нас И Здесь Он Только Называется Солнечным Зайчиком Узнали Про Песню Которую Мы Хотели Спеть Новелла Матрея Я Мечтала О Морях И Коралла И Я Поесть Хотела Суп Черепаши И Я Шагнула На Корабля Корабли Кораблик Оказался Из Газеты Вчерашней Я Шагнула На Корабля Кораблик Оказался Из Газеты Вчерашней То Одна Зима Идет То Другая За Окошком Всю Метель Забывает Только В клетках Говорят Попугаи А В лесу Они Язык Забываю Только В клетках Говорят Попугаи А В лесу Они Язык Забываю А Весною Я В Несчастье Не Верю И Кобели Не Боюсь Моросящей А Весной Линяют Разные Звери Не Линяет Только Солнечный Зайчик А Весной Линяют Разные Звери Не Линяет Только Солнечный Зайчик У Подножья Стали Горы Громады Я К Подножию Щекой Припадаю Но Не Выросла Еще Та Ромашка На Которой Я Себе Погадаю Но Не Выросла Еще Та Ромашка На Которой Я Себе Погадаю И вот у нас У нас живет множество зверей У кого-то мышка наружка которая тащит сюда у который зайчик у кого-то который боится очень многого и вот этих зверей мы постепенно приручаем учимся с ними жить и учимся это наши инстинкты а вот солнечный зайчик это наша душа которая не линяет ни при каких обстоятельствах вот только бы ее ощущать и не терять с ней связь будем стараться спасибо друзья спасибо улыбну а можете все улыбнуться вот все можете улыбнуться и ну вот покажите пожалуйста вот так что вы это сделали все все начинается с улыбки друзья когда улыбаемся мы наши все внутренние органы они говорят ты какой молодец ну можешь ты улыбаться нам ведь приятно твоя улыбка понимаете а мы а мы помните в советском сердце я говорю ну чего ты улыбишься а мне наоборот всегда говорят не улыбаться только ты улыбаться хорошо друзья ну мы убежали Василий Александрович спасибо вам большое за ваши советы за подарки да пожалуйста пожалуйста наши уважаемые читатели берем читаем наслаждаемся мы ходим туда и обратно мы ищем в чем счастье секрет а счастью всегда приятно за нами ходить во след в чем счастье в чем счастье